И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, светящему в темном месте. Так апостол Петр назвал Библию. Вернейшее пророческое слово. Что это за книга? Является ли Библия уделом исключительно простых, необразованных людей? Или, может быть, в этой книге содержится нечто большее? Именно для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы приехали сюда, в Соединенные Штаты Америки, в страну, где богословие изучается на протяжении 200 лет. 70 лет нам внушали, что Библия является сказкой. Нам пытались доказать, что Библию читают исключительно старые бабушки, которые верят в какие-то небылицы. Однако, в этой стране отношение к Библии другое. Библия – это наука. Может быть, это звучит парадоксально. Может быть, наоборот, очень часто мы слышали противопоставление. Библия и наука. Мы хотим доказать обратное. Мы хотим посетить несколько ведущих университетов этой страны для того, чтобы послушать ученых, которые считают Библию наукой и делом всей своей научной карьеры. Университеты стали открываться в средневековой Европе только ради богословского факультета. Но помимо богословия, там также преподавалось и мировоззрение. В основном в трактовке Аристотеля. Всякий, кто в своих исследованиях приходил к противоположному выводу, сжигался на костре. Именно так поступили с Джордана Бруно, который утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. В эпоху Просвещения подобный подход к образованию начал высмеиваться. И постепенно естественно-научные дисциплины, основанные уже на достижениях математики и эксперимента, начали вытеснять богословие и аристотелевскую философию. К началу 20 века богословие было вытеснено из многих университетов, и многие стали считать эту дисциплину достоянием каждой отдельной конфессии. Дескать, Библия одна, но интерпретаций у нее много. Пусть же каждая богословская семинария занимается своим делом. Однако этот взгляд неверный. Для того, чтобы беспристрастно подойти к пониманию Библии, необходимо пользоваться серьезными научными исследованиями. Несмотря на то, что университет Андрюса был основан в 1873 году, богословие является одной из его главных профильных дисциплин. Здесь особенно хорошо развита археология и ветхозаветное литературоведение. Именно поэтому мы обращаемся к заведующему кафедрой Ветхого Завета, доктору Ричарду Дэвидсону, с вопросом о том, что происходит сегодня в науке исследования Ветхого Завета. В течение трех последних десятилетий в области исследования Ветхого Завета была открыта новая дисциплина. Это событие аналогично научно-технической революции. Известные исследователи литературоведы, такие как Роберт Альтер из Университета Беркли в Калифорнии, Мейер Вайс из Еврейского университета в Иерусалиме, признали, что литературная форма книг Ветхого Завета является очень утонченной и элегантной. Эта новая дисциплина называется литературный критицизм или близкое чтение библейского текста. То, что ранее многие ученые 19-го и 20-го веков считали композитной формой, написанной многими авторами, сегодня признается единой композицией различных литературных приемов. Повествование пятигнижья, которое ученые старой критической школы разделяли на четыре основных источника, так называемые яхвист, аллахист, священник и второзаконник, ученые новой школы признают как единый литературный замысел, как единую схему. В Библии есть также и другие жанры. Литература законодательного характера, литература мудрости, поэзия. Специалисты сегодня признают, что это не какой-то примитив из каменного века, а это действительно шедевр литературы, четко и грамотно спланированный и записанный. В этих книгах были обнаружены очень четкие и строгие хиастические структуры, где одна часть является зеркальным отражением другой, или параллельные структуры, где первая и вторая части выражают одну и ту же самую мысль разными словами. Наличие единого литературного замысла в Библии говорит о том, что это не просто сборник книг отдельных авторов. Литературные критики также открыли, что ученые 19 века, говорившие о поздних датах написания этих документов, оказались абсолютно неправы. Раньше считалось, некоторые слова, выражения или синтаксические конструкции не существовали в древнееврейском языке. Но сегодня филологи открывают существование этих форм в более ранних источниках, тем самым показывая, что дата написания той или иной книги Ветхого Завета действительно относится к древнему времени, о чем и упоминается в этих книгах. Таким образом, сегодня нет никакого основания отвергать тот факт, что Пятикнижье написал действительно Моисей 1400 лет назад до нашей эры, а Песни песней написал Соломон. Поэтому сегодня ученые, пользуясь этими открытиями, изучают уже окончательную форму текста. Когда мы говорим о литературоведении, нам нужно понять, о какой литературе идет речь. Естественно, Библия является продуктом древней ближневосточной литературы. Уже в своем интервью доктор Дэвидсон приводил нам пример хеттских договоров между сеньорами и вассалами. Но кроме хеттской литературы в нашем распоряжении сегодня есть и другие литературные произведения, написанные в Ассилии, в Вавилоне, в Древнем Египте. Похожи ли стили древней ближневосточной литературы на стиль, литературный стиль Библии? Для того, чтобы понять, что происходит в этой области, мы должны обратиться к истокам древней письменности. Кафедра археологии при богословской семинарии университета Эндрюс является одной из самых крупных в Соединенных Штатах Америки. В 70-е годы при этой кафедре был открыт археологический музей, который сейчас носит имя его основателя, доктора Зигфрида Хорна. Доктор Зигфрид Хорн являлся одним из участников и организаторов очень многих археологических экспедиций по странам Ближнего Востока. Одним из самых главных его открытий являлась находка древних ассирийских глиняных табличек, на которых были записаны имена очень многих царей. Благодаря этим спискам была фактически реконструирована вся история древней Ассирии. Мы посещаем этот музей, в хранилищах которого сегодня содержится уникальная коллекция древних шумерских, аккадских и ассирийских глиняных табличек. Мы побеседуем с кураторами этого музея, доктором Дервидом Мерлингом и Полом Реем. Клинопись, как форма неалфавитного письма, уходит своими корнями к четвертому тысячелетию до нашей эры. Тогда на глиняных шариках выпрессовывались небольшие значки для того, чтобы вести экономические записи, а самое главное, каким-то образом контролировать счет проданного и купленного. Первые клинописные значки были своего рода криволинейными картинками. Например, здесь я вам показываю значок, изображающий Солнце. Но подобные выписывания на глине занимали огромное количество времени, и поэтому эта письменность начала развиваться в направлении сокращения и упрощения. Здесь вы видите, что сначала этот значок поворачивается на 45 градусов, потом он приобретает такие квадратные прямолинейные формы. Таким образом, к третьему тысячелетию до нашей эры начинает появляться такая форма в виде клинышек, и поэтому называется она клинописной. Подобная система записи в основе своей имеет не буквы, а слоги. Поэтому для того, чтобы произнести любое слово, его нужно было разбить на слоги. Именно так мы произносим слова даже сегодня. У них также имели место и идеограмма, когда какой-то определенный значок обозначал слово или понятие. Например, была идеограмма, обозначающая Бога, и поэтому, если, например, на семитском языке Солнца это шалмаш, то, чтобы отличить Солнце, как небесное тело, от Бога Солнца, ставили и диаграмму, обозначавшую Бога. Постепенно глиняные шарики, кружочки, которые мы находим в конце четвертого тысячелетия до нашей эры, начинают видоизменяться и совершенствоваться. И вот в моих руках уже такой глиняный конус. На этих конусах писали специальным заостренным папирусным пером, выдавливая вот эти клинышки. И, конечно, писать умели только образованные песцы, прошедшие специальную школу. Затем от конусов они перешли к таким более плоским табличкам. Песец писал пером на влажной глине, записывая какие-то расписки или что-то подобное. И потом, если человек, которому нужна была та или иная расписка, был важным фильможей, царем или градоправителем, он брал вот такую вот цилиндрическую печать и проводил этой печатью по табличке. или же брал просто такой конической формы штампик и делал свои отпечатки. Это была его личная печать с его личным изображением и другими какими-то знаками. Эта табличка потом высыхала на солнце и отправлялась в архив для будущих каких-то прочтений. Потом эта табличка ложилась в специальный футлярчик и писец записывал на футлярчике краткое содержание того, что в этой табличке написано. На таких табличках очень часто записывались какие-то данные о принадлежности. Например, кому-то принадлежит то или иное домашнее животное. И они лежали в архиве. И если возникало какое-то судебное дело или сомнение в принадлежности, то этот футлярчик разбивался и приносился перед судьей для доказательств того или иного дела. В этом случае вы можете увидеть довольно маленький. Наука библейских исследований в действительности не имеет конфессиональных границ. Более того, она не имеет и религиозных границ. Мы с вами сейчас отправимся в другое учебное заведение. Это учебное заведение готовит равенов для прогрессивных иудейских синагог Америки. Оно называется Объединенный Иудейский Религиозный Институт и находится в городе Синсенате. Библия. Выдумка или исторический документ? С этим вопросом мы прибыли в археологический музей Скирбола для того, чтобы выяснить, а есть ли еще какие-нибудь древние ближневосточные документы, которые рассказывают о том же, о чем говорит Библия. Культура Ближнего Востока стала известна нам где-то 170 лет назад, после того, как европейские ученые-исследователи отправились на Ближний Восток и раскопали таблички, записанные методом клинописи. Эта письменность была изобретена раньше, чем алфавитное письмо. В самые древние записи можно обнаружить примерно 32 век до нашей эры, то есть более чем 5000 лет назад. Самые ранние записи касались вопросов экономики. То, что до нас дошло, это в основном записки, касающиеся купли и продажи. У меня в руках одно из таких писем, ему где-то 4000 лет. Эта табличка была найдена при археологических раскопках древнего города Ур, который упоминается в Библии. И этот период назывался Ур-3, и именно оттуда до нас дошли многие археологически важные, исторически важные записи. Именно с древнего Вавилона до нас дошли исторические записи, которые имеют большое значение в исследовании Библии. Так, одно из самых важных документов это мифология Энума-Эриш или Вавилонская история творения. Эта история говорит о том, что перед тем, как Земля была сотворена, боги уже существовали, и они упорядочили и вывели Землю из хаоса. Второй очень важный документ это таблички мифологического эпоса, который называется Гильгамеш. Гильгамеш это был известный, можно так сказать, современным языком воя, рыцарь, который ездил по миру в поисках бессмертия. Этого бессмертия он так и не нашел. Более того, он его потерял. Однако же одна из важных глав этого эпоса является содержание одиннадцатой таблички. Там в этой табличке рассказывается история о потопе. Она чем-то действительно напоминает библейскую историю, потому что в ней также рассказывается о том, как один человек построил ковчег, и в этот ковчег он поместил животных. И после того, как закончился потоп, он отослал из ковчега птиц, для того, чтобы проверить, высохла ли земля. И это, конечно же, очень похоже на то, о чем повествует Библия. И третий очень важный документ о сирийском происхождении. Это повествование об осаде Иерусалима во времена правления царя Езекии. Эта история изложена с точки зрения ассирийцев, но рассказывает о том, как Иерусалим в конце концов был чудом спасен. Эти события произошли 700 лет до нашей эры, 2700 лет назад. Это только лишь три очень известных примера того, что мы можем познать о библейской культуре, исследуя древние записи, дошедшие до нас из Вавилона и Ассирии. Удивительно. Оказывается, история потопа и история творения есть и у древних вавилонян. Так что же, можно читать и Библию, а можно читать и Гильгамеш? Однако не совсем так. Ученые литературоведы последних трех десятилетий, об этом нам говорил доктор Дэвидсон, занимаются близким прочтением текста. И если эти тексты читать очень внимательно, можно действительно увидеть сходство, что говорит о правдивости и правдоподобности истории потопа, но можно увидеть и различия, различия в основной идее. Гильгамеш это не только эпос об истории потопа. его главный герой занимается совершенно другим. Он ищет вечную жизнь. Опять совпадение. Библия говорит нам о вечной жизни. Но что он находит? Он находит этого человека, вавилонского ноя, которого называют Утунапиштим, который живет вечно, но автор или авторы этого Гильгамеша говорят об этом герое с иронией. Библейский Ноя, кстати, не жил вечно. Он умер, как и Адам, как и Моисей, и ожидает вечной жизни во Иисусе Христе. Утунапиштим немножечко по-другому ведет себя. Ему скучно. Верховный бог Энлил, который устроил потоп, оказывается, наказал, согласно тому, что написано, особенно в шумерской версии Гильгамеша, наказал Утунапиштим вечной жизни. Что мы выберем? на основании сравнительной литературной критики? Какая идея исходит от Бога? Исследуя близко эти два произведения, библейскую историю о потопе и историю о потопе, записанную в одиннадцатой табличке эпоса Гилгамеш. Я не могу не видеть антитезы между этими двумя произведениями. Кто-то как будто хочет противоречить тому, что хочет говорить Бог. И как это похоже на современные идеи? Идея вечной жизни сегодня современному человеку кажется слишком скучной и ненужной. Времена меняются, а идеи остаются. Вот для чего нам нужна наука сравнительного литературоведения. потому что мы видим Библию в разрезе тех идей и той культуры, которая господствовала тогда полторы тысячи лет до нашей эры. И мы можем делать некоторые выводы для себя. исследователи Библии сравнивают то, о чем пишут авторы книг Ветхого Завета с содержанием древней ближневосточной литературы этого же периода. Так, в частности, ученые расшифровали древние хетские тексты договоров между сеньорами и вассалами. Эти тексты помогли нам ближе понять структуру книги Второзакония. Считалось, что эта книга была написана в VI веке до нашей эры. Интересно, что подобные договоры существовали и в первом тысячелетии, но по своей структуре они отличаются от структуры книги Второзакония. Хетские же договоры второго тысячелетия до нашей эры очень похожи по своей структуре и стилистике с тем, что написано в книге Второзакония. Поэтому сравнение ближневосточных текстов и ветхозаветной литературы дает нам очень большие возможности для понимания того, о чем пишет Священное Писание. Эти факты позволяют нам датировать написание книги Второзакония временем жизни пророка Моисея. Нам известны древние законы, которые существовали во время написания Пятикнижья, содержащего законы Ветхого Завета. В частности, самый известный кодекс законов это кодекс царя Хамураппи в Вавилоне. В них видны параллели между израильскими законами и законами других ближневосточных древних стран. Однако, сравнивая, мы видим, что наказание в законах, издаваемых древними ближневосточными царями, были жестоки и немилосердны. В них очень часто люди из разных сословий получали разные наказания, и, конечно же, более богатые получали более мягкие наказания. Библия же и библейские законы рассматривают всякого человека одинаково равным перед законом. Многие ученые соглашаются с тем, что библейские законы и те наказания, которые они предусматривают, более гуманны по отношению к человеку. В течение 30 минут очень сложно рассмотреть эту многогранную науку библейских исследований. Мы рассмотрели лишь всего одну сторону библейская литературоведение и сравнительный анализ. поэтому мы продолжим наше исследование дальше в следующих передачах. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова